Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актрису, певицу Марину Леонидовну Кравец. Она родилась 18 мая 1984 года в Ленинграде, ныне это Санкт-Петербург. Она российская радиоведущая, певица, актриса и участница Comedy Club. Папа – слесарь, мама – бухгалтер на заводе. У Марины есть два старших брата. С ранних лет она любила петь, у нее хороший слух и голос. Окончила гимназию номер 524. Как говорила о себе Марина, она стопроцентный гуманитарий. Ей всегда нравились литература, русский язык, история. Литература и русский язык, по ее словам, помогли сформировать определенный кругозор, получить некоторые моральные ориентиры и привели желание следовать нормам родного языка. В старших классах она активно играла в КВН, а также писала сценарии. После получения диплома о среднем образовании, она поступила на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Там она стала участницей факультетской команды КВН «Простофилы» из первой леки. Окончила вуз по специальности преподаватель русского, как иностранного, однако по специальности почти не работала. Провела лишь несколько практических уроков для студентов из Китая. Во время своей учебы она подрабатывала репетитором, промотором и секретарем на станции техобслуживания автомобилей. В 2007 году выступала за команду КВН «Ига». В 2008 году вышло финальное голосование премии КВН «Щи года» с сайта «КВН для всех». В завершив активное участие в КВН появилось в отдельных играх в составах команд сборной «Амфюа» и факультет журналистики. В 2007-2011 годах работала ведущая утреннего шоу «Полный вперед» на радио «Рокс». Осенью 2008-го по приглашению Наталии Эприкян снималась шоу «Made and Woman», которое позже стало называться «Comedy Woman». Марина приняла участие в четвертом и пятых выпусках шоу. С 2010 года она стала постоянной участницей шоу «Comedy Club» на канале ТНТ. В этот проект Марина попала благодаря резиденту Игорю Элвису Мейерсону. Вместе с Элвисом, Севой Москвиным и дуэтом «Быдло» они исполнили со сцены «Comedy Club» песню «Хоп Мусорок» группы «Воровайки» в джазовой аранжировке. С июля 2011 года она ведущая ночного шоу «Первый отряд» на радиостанции «Маяк». В октябре 2012 года вместе с коллективом программы «Первый отряд» перешла с радио «Маяк» на открывшееся «Comedy Radio». В 2012 году она исполнила главную роль журналистки Татьяны Пичогиной в телесериале «Супер Олег». В 2014 году Марина озвучила одного из персонажей в мультфильме «Махни крылом». 17 мая 2014 года она стала ведущей утреннего шоу «Вот такое утро» на телеканале ТНТ. В 2015 году Марина участвовала в шоу «Перевоплощение. Один в один», где в финале она заняла 5 место по итогам голосования. В октябре 2015 года она стала ведущей шоу «Главная сцена» вместе с Эрнестом Мацякевичевым, заменив Наргиз Закирову. Вела с Сергеем Гореликовым в нескольких выпусках передачи «Русса туриста» на СТС. Ведущая шоу «Счастливые люди» на комедий-радио, а также она сотрудничала с театральной группой «Муки Тво» из Санкт-Петербурга. Пела в группе «Нотнет», затем стала солисткой коллектива и «Нистройбэнд». Осенью 2011 году приняла участие в юбилейном концерте группы «Город 312», исполнив песни как в составе «Нистройбэнд», так и вдвоем со Светланой Назаренко. В мае 2014 года вместе с Сергеем Крестовским записала совместный клип на песню «Падали». В 2017 году с латышской группой «Брейнсторм» записала сингл «Как я искал тебя», исполнив вокал тандемом с Ренарсом Кауперсом. Сыграла роли в комедиях «Жених» и «Зомбоящик». В 2018 году она начала вести кулинарно-развлекательное шоу «Большой завтрак» на телеканале ТНТ. Ее соведущим стал известный шеф-повар Артем Лосев. Вместе они не только готовят интересные блюда по уникальным рецептам Артема, но и общаются со звездами российского шоу-бизнеса. С августом 2018 года она вела реалити-шоу «Замуж за Бузову» на канале ТНТ. В рамках этого проекта 15 мужчин вели борьбу за руку и сердце звезды российского шоу-бизнеса певицы Ольги Бузовой. Осенью 2019 стала ведущей шоу-канала ТНТ «План-Б», в котором телеведущая и певица Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрудинов решили попытаться найти свои вторые половинки. Рост Марины составляет 171 см. Личная жизнь. Марина замужем, муж ее Аркадий Вадахов. Они вместе учились на филологическом факультете и участвовали в КВН в команде профстофилы. Долгое время проживали в гражданском браке. Пара поженилась 20 июля 2013 года. Как Марина говорит о своем супруге, Аркаша очень творческий человек, со светлой головой, у него масса достоинств, которые он сумел применить в работе. Он из тех, кто стремится быть в кадре, и его привлекает сценарная работа. 9 апреля 2020 года у этой пары родилась дочь. Фильмография Марины 2012 год Супер Олег, 2016 жених, 2017 зомбоящик. Также Марина принимала участие в очень интересном шоу, которое называется «Маска» на российском телевидении. Но, увы, ее рассекретили. Она выступала под маской солнца, где показала отличные вокальные данные. И жюри были очень расстроены тем, что пришлось Марине выбрать из этого шоу. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого наилучшего и всего доброго. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok